всем привет привет сегодня какой-то такой активный день у меня что-то не успела я в колею заехала ну ладно потихонечку сейчас поеду сейчас у нас в городе и тепло начинает все таять ой как будет потом опять эта каша какой-то немножечко такое у меня сумбурно весь день с утра девчонок в садике школы развезла дома там уборки приборки стирки готовки сейчас вот уже 4 часа марьяшку забрала привет 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 марьяшку забрала едем из садика девчонки ксюша после школы у нас отпросилась к подружке пойти в гости после дня рождения в общем девочка там не смогла прийти у нас вчера одна и договорились сегодня у нее дома в общем посидеть давайте расскажу как вчера у нас прошел ксюшин день рождения немножко отвлекаюсь как всегда ну сами понимаете да сложно дома снимать марьяш давай ты маленько помолчишь ладно мама расскажет хорошо сейчас она дорогу на ровную выйду чтобы вы у меня там тоже на камере не подпрыгивали никак я не могу подобрать штатив чтобы нормально камеру крепить так что если вы куда-нибудь поедете не пугайтесь в общем день рождения ксюша решила справить со своими друзьями друзьями отвлекаюсь чтобы машины не проворонить там пока на светофоре ну и у нас тут такие события просто получились что в общем в принципе как бы в любом случае она бы справляла скорее всего с друзьями в общем позвала она друзей со школы их было всего получается вместе с ксюши 6 человек отвозила их я у нас же не был на работе девчонки анютка была в школе марьяшка была в садике в общем родственники у нас тоже не смогли приехать сестра болеет мама у меня лежит в больнице сейчас я вот тоже вот поеду об этом чуть дальше расскажу поэтому как бы ксюши из родных никто не смог приехать конечно по ватсап по телефону ее с утра поздравили до этого мы с ксюшенькой съездили в магазин она сама себе выбрала подарок купили сережечки в виде лезвий захотела на серебряные ой какое солнышко яркое так трамвайчик до трамвайчик там уреж накануне мальяша ручками закрывает лицо отмечали они в пиццерии в батутном центре ходили ну чё мы там взяли два кружочка пиццы я предлагала им салата взять то есть на месте они уже отказались брала с собой конфеты тортик купили в общем снимать тоже какой-то такой сумбурный день был ну плюс сами знаете 24 февраля наш президент объявил даже вы знаете говорить об этом не хочется но в общем не было настроение военной операции до проводимой на территории украины не хочу даже об этом говорить не судите меня за эти слова знаете что политику религию я стараюсь не обсуждать поэтому это все что я вам сказала по этому поводу сейчас вам покажу смотрите вот пожалуйста видите как раз в тему для тех кто задавал вопросы поддерживают или не поддерживают у нас это естественно конечно же войны не хочет никто поэтому я продолжаю дальше буду говорить о ксюшином дне рождения снимать думала их поснимать забыла камеру дома на телефон буквально там пару кадров сняла что полище такая машине ну да ладно как всегда лариса репертуарю столько мыслей столько всяких этих я надеюсь у меня за пыль машине не осудите реально нет времени вообще плюс машина стояла в ремонте и и вообще надо все помыть она грязная как не знаю чё ладно возвращаясь к дню рождения шесть человеках было в общем я их оставила сходила погуляла в магазин надо было купить там для дома в общем поесть хлеба всяко по мелочи потом пришла им порезала торт ксюшенька тоже загадала желание задула свечи ну вот собственно кадры вставлю фрагменты вот два буквально видео коротеньких я отсняла как они отсняла как они пришли в пиццерию сели и уже как ксюшенька задувала торт ксюнечка поздравление получила дяди вани от нашего подписчика от ивана из беларуси сейчас будет читать да заранее сюда вот присылает слова уже читать то давай там еще он написал что для папы там в конце какой-то небольшой я не открывала честно не смотрела ну давай Ксения поздравляю с днем рождения Ксюшенька юная нежная милая ты красавая вокруг всех мило я с днем рождения тебя поздравляю здоровья и радости много желаю море цветов самый ценный букетик дорогого мальчишки приветик если влюбилась то сильно любит и любовь и счастьем живи школе успехов признание дружбы пусть будет все что сейчас тебе нужно мир открывай красотой пивайся только унынию не поддавайся а папа пусть сам читает а папа пусть сам читает спасибо большое иван за такие приятные слова а сейчас мы едем с Ксюшенькой куда едем в пиццерию она пригласила друзей своих из класса папа у нас сегодня работает мы сейчас не хватаем сумочки хватаем торт и и они уже как совершенно взрослые ребята будут сидеть наверное даже и без меня я может быть куда-нибудь от вас и уйду оставлю вас одних одиношенек и будете там праздновать сами по себе в общем ладно все поехали у нас тут уже кофточка вон на готове мы уже готовы выходить так что у нас анютка в школе грешка в садике папа на работе сейчас я Ксюшу отвезу и пусть они хэппи бёздятся там давай загадывай желание Ксения а кто будет кричать Ксюше с днем рождения с днем рождения ура загадала Ксения желание я уже к школе подъехала в общем не знаю с Марьяной сложно снимать она сзади сидит песни поет орет плюс я еще рулю но другого времени у меня к сожалению не будет чтобы вам все это рассказать мама перебивает песни петь не дает в общем там уже Анюта идет двигайся туда в серединку потому что у меня тут пакеты стоят Ксюшка задула торт Анютка с Марьяшкой тоже пиццу поели домой взяла тоже кружочек пиццы как раз подъехали мы после пиццерии приехал папа у нас поздравил Ксеничку тоже он ей сделал такую деревянную подставочку под ароматические эти палочки у него была конечно же еще задумка эти что он там заказывал ты ему заказывал аромалампу сделать но что-то он говорит что у него не получилось пахнет пахнет вот в общем немножечко по времени у него тоже не получилось ее доделать но мы знаем что Ксюшенька у нас умеет ждать да Ксеня да конечно в общем ладно девчонок забрала едем дальше сейчас еще выезжала из дома пришли вот такие вот нам памятки в действие населения по сигналу оповещения внимание всем как вести себя в ситуации ЧС еще не читала не знаю просвещайся потом маме может расскажешь сейчас не знаю как мне надо поехать в больницу в общем мама у меня лежит на операции как раз во время отсутствия моего месяца когда я отсутствовала ей было проведено две операции она была в реанимации тоже в тяжелом состоянии потом ее выписали на какое-то время домой и вот сейчас я надеюсь что это будет последняя операция сейчас вот тоже вчера ей провели операцию сегодня нужно будет отвести ей передачу сейчас вот не знаю девчонок вас как завести домой я поеду я просто времени вообще прям в обрез в обрез Ксюша посмотрит в больницу бабушки уже пять часов ну прям вот вообще я посмотрю за ним я опаздываю и мне нужно еще в шесть часов будет пойти открыть Лилио так что я говорю что очень-очень времени в обрез да и все да и дороги вообще просто ужасные сейчас тогда девочек отвезу домой чтобы они могли спокойно поесть из школы едят плохо в школе говорят что невкусно Аня вон жалуется что суп какой-то как клейстер дают какой-то говорит он как сопли ну в общем сейчас вас тогда оставляю дома да, Ксения? да и поезжаю он и папа наш домой приехал ну все я хоть переживать не буду с кем будут девчонки ладно все я дальше поехала завезла их домой ой все в общем маме отвезла я уже в Лилио приехала открывать ну что уже прямо в обрез в обрез времени сейчас свет везде включу уже ребята начнут приходить на занятия в общем ребят вот в таком вот темпе и живу почему вопросы иногда почему не снимаю потому что времени совершенно нет в общем ладно сейчас буду раздеваться и придет уже педагог будем встречать ребят на занятии время уже 6 часов 2 часа уже прокаталась где-то около 4 выехала пока в магазин заехала маме там купила в общем ладно все раздевайся ну я появляюсь системно ты к вам в общем все ребята занимались сейчас выключаю свет еду домой все сейчас здесь закрываю в общем на этом буду свой влог завершать на таком темном черном фоне не знаю даже куда встать чтобы посветлее было в общем ладно друзья все всем до скорых встреч до новых видео те кто еще не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые очередные видео всем до скорых встреч и пока-пока в общем я как бабка котомочница тут анькины ботинки забрала но пока сдавали еду домой к семье время уже ой в темноте я с вами время уже половина десятого так ведерко тут что-то в общем ладно друзья мои все всем пока-пока до новых встреч 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 до новых встреч